Мы продолжаем читать вторую часть Хроник Нарни, Лев колдунь и плотяной шкаф. И мы остановились на том, что три ребенка Певанси, Питер, Сьюзан и Люси, подходят к каменному столу, который является центром мира, если хотите, пупом этого мира, в самом жизненном смысле этого слова. Потому что это та пуповина, которая связывает тленный в сущности мир с источником жизни, с Творцом, который сотворил этот мир и который его искупит на этом каменном столе. А дальше они встречаются с Асланом. Внезапно справа от них раздались звуки музыки, обернувшись, не увидели то, ради чего пришли сюда. Аслан стоял в центре целой группы пристранных созданий, окруживших его полукольцом. Там были духи деревьев и духи источников, дряды и наяды с лирами в руках. Вот откуда слышалась музыка. Там было четыре больших кентавра, сверху похожих на суровых, но красивых великанах, внизу на могучих лошадей, таких, которые работают в Англии на фермах. Были там и единорук, и бык с человечей головой, и пеликан, и орел, и огромный пес. А рядом с Асланом стояли два леопарда, один держал его корону, другой – знамя. А как вам писать самого Аслана? Это не могли бы ни ребята, ни бобры, не знали они, как вести себя с ним и что сказать. Те, кто не был в Нарнии, думают, что нельзя быть добрым и грозным одновременно. Если Питер, Сьюзан и Люси когда-нибудь так думали, то теперь поняли свою ошибку. Потому что, когда попробовали прямо взглянуть на него, почувствовали, что не осмеливаются. И лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в самое сердце глаза. «Подойди к нему!» – шепнул мистер Бобер. «Не-е-е-е!» – едва слышно, – говорил Питер. «Вы первый. Сначала дети Адама и Евы, потом животные!» Сьюзан повернулся к сестре Питер. «Тогда, может быть, ты?» – дам всегда пропускают вперед. «Ты же старший!» – возразила та. И, конечно, чем дольше не перешептываясь, тем более неловко себя чувствовать. Наконец Питер понял, что первым действовать придется все-таки ему. Вытащив из ножен меч, он отдал честь Аслану и торопливо шепнул остальным. «Идите за мной, возьмите себя в руки!» – и приблизился ко льву. «Мы пришли, Аслан!» «Добро пожаловать, Питер, сын Адама и Евы!» – приветствовал его Аслан. «Добро пожаловать, Сьюзан и Люси, дочери Адама и Евы!» «Добро пожаловать, Бобры!» Голос у льва был низкий и звучный, и почему-то ребята сразу перестали волноваться. Теперь на сердце у них было радостно и спокойно, и Вов вовсе не казалось неловким стоять перед Асланом молча. «А где же четвертый?» – спросил Аслан. «Он хотел их предать и перешел на сторону белой колдуни. О, Аслан!» – ответил мистер Бомбер. «И тут что-то заставило Питера сказать. Тут есть и моя вина, я рассердился на него. И мне кажется, это толкнуло его на ложный путь. Аслан ничего не ответил на эти слова, просто стоял и пристально смотрел на мальчика. И все поняли, что действительно словами не поможешь. «Пожалуйста, Аслан!» – попросила Люси. «Нельзя ли как-нибудь спасти Эдмунда?» «Мы сделаем все, чтобы его спасти, но это может оказаться труднее, чем ты думаешь». И лев опять замолчал. С первой минуты Люси восхищалась его взглядом, царственным и грозным, и вместе с тем миролюбивым на сейчас вдруг увидела, что он еще и печальный. Однако выражение-то сразу же изменилось, как только Аслан тряхнул гривой, хлопнула одной лапой, другую. «Страшные лапы!» – подумала Люси. «Хорошо, что он умеет втягивать когти. Но пока пусть готовят пир!» – распорядился лев. «Отведите дочерей Адамы и Евы в шатер и позаботьтесь о них». Когда девочки ушли, Аслан положил лапу Питера на плечо. Ох-ох, тяжелая она была. И сказал, «Пойдем, сын Адама и Евы, я покажу тебе замок, где ты будешь королем». Вот такая встреча. Не столь она, в общем-то, эффектна, как описано в «Племяннике чародеи». И, очевидно, Льюис это понимал, и поэтому снова свел людей со львом, чтобы более отточенно и емко и глубоко передать описание встречи человека со своим Творцом. Но здесь вот интересный момент, да? Дети все-таки дети. Они боятся подойти к льву. Да, это когда храм неполный народу, можно часто видеть такую картину, когда бабушки приводят своих детей, да еще и несколько, а дети первый раз на причастии. Им говорят, иди, причащайся. Они говорят, не, я не могу, давай, кто-нибудь другой. И друг друга толкают вперед, чтобы кто-то первый причастился, а потом уж они. Это можно такое видеть, и на самом деле, когда дети встречаются с чем-то по-настоящему важным, серьезным, они трепещут. И здесь очень важно понимать, что даже у детей есть, должна быть иерархия. И этой иерархии детей надо учить. Человеческое общество, оно, по крайней мере, в свете Слова Божьего, оно и иерархично. То есть, всегда об этом говорит Священное Писание Нового Завета, Ветхого Завета. Об этом говорит предание Церкви, Филианские Соборы, что в каждом сообществе христиан все должны знать, кто у них старший. Вот, это неотъемлемое условие любого человеческого общежития. То есть, Церковь, Бог не представляет общество не иерархичное. Я понимаю, что многие хотят увидеть Церковь и демократию, но Церкви демократии никогда не было. В ней есть элементы, которые там связаны с тем, что мы называем демократией. Но общество это иерархично по существу, в том смысле, что там есть старший, которого все слушают, и которого в данный момент, на данном месте все считают главным, старшим. И его воля является, превоспринимается всеми, как воля Божья. Пусть это действуется только локально и темпорально, то есть в рамках конкретного времени и конкретного места, но где собирается человеческое общество, оно знает старшего. Дома, скажем, это отец, там в храме, это священник, там на работе, это начальник. Вот, но даже там, где идут двое, где-то, они могут просто идти, у них нет никаких проблем, но как только им надо решать какое-то совместное дело, кто-то из них становится старшим, а другой это старшество принимает. Вот, в семье, в данном случае это важнее, и в семье обязательно нужна вот эта иерархия, и она задана, что вот отец, муж, он главный, потом в его отсутствии, знаете, вот как сейчас у нас в храме солдатики стояли, очень интересная вещь армии. Мне очень нравится система управления, она очень правильная. Вот, подходишь туда, к солдатикам с крестом, но первый-то ряд прошел, а во второй проникнуть не можешь. Они понимают все, создается заминка. Вот, не надо дать кресты второму ряду военнослужащих, но это невозможно, я не могу сквозь их каре пробиться. Вот, они не знают, что делать. Вот, как на это реагируют, что, например, раскидывать их, распихивать кулаками там или локтями, как быть. Вот, но у них есть начальник, он говорит, так, первый шеврендер шаг вперед, и все, и вот всех прошел. И все слаженно, никто не выступает. Знаю, я не хочу, чтобы не кладят крест на голову. Я считаю, что это не педагогично. И вообще, мне это кажется не эстетично, и даже не гигиенично. Вот, нет никаких разговоров. Все слаженно, все мирно, потому что человек, которого они слушаются, они знают, кого он слушается, он отдает приказ. Сказал бы это какой-нибудь человек из их толпы, ничего бы не было. Но у них есть начальник, которому они подчиняются. И всегда, например, если вы помните эту, ну и встав так предполагает, если офицер убит, то над этим соединением командование принимает старшее позвание. Или если командир подразделения успевает назначить кого-то, он говорит вслух, публично тебе, ты остаешься главным. За старшего ты остаешься. Потому что все понимают, общество, если оно лишится единого командования, оно оказывается не способно к выполнению никакой слаженной работы, слаженной операции. Вот, и потому армия способна функционировать, что там всегда есть кто-то, кто на данный момент является старшим. То же самое происходит в церкви. И те же самые экономические правила, они регламентируют эту норму. И, по идее, так же должно быть и в семье. То есть, если папа уходит, старшим остается мама, и все должны это знать и понимать, что старше мама. Если мама у папы уходит, они оставляют кого-то за старшего, которому подчиняются все. Они не могут оставить просто детей так, вот вы просто встаетесь и делаете, что хотите. Это невозможно, потому что может сложиться ситуация, в которой нужно принимать активные действия. И они не знают, как их принимать, потому что не знают, кого слушаться. Конечно, когда ребенок остался один, ему не надо, он сам себе голова. Вот, понятно, что кота он слушаться не будет. А если их осталось три человека, вот, и они примерно одного возраста, а то вот как братья наши, близнецы на воскресной школе, они вообще, вот, кто из них старше? Они будут три часа выяснять, кто из них старше в криминальной ситуации тяжелой. А надо назначить человека, который будет старше. Это очень важно. Надо детей с детства приучать к иерархичности бытия и к иерархичности любого жизнеспособного человеческого общества. Иерархия человеку не нужна постоянно. Но во всех моментах, когда нужны слаженные действия, иерархия представляется очень важным элементом. Вот здесь Питер, он впервые принимает на себя вот эту ответственность старшинства перед лицом Бога. Он понимает, что объективно, действительно, он старший. И действительно, объективно, он должен первый подходить к Аслану. И он смиряется с этой ответственностью и первый подходит. Конечно, Аслан может сказать, кому первому подойти. Но здесь важно, чтобы Питер осознал, объективно, он знает, что он старше. Что тыкать-то? Вот. Он знает, что он старше всех по возрасту. И поэтому он должен подойти первым, прикрываясь вот тех, кто моложе его. Он должен осознать свое старшинство и принять на себя ответственность, связанную со старшинством. И поэтому Аслан терпеливо ждет. И когда Питер решается на это, тогда Аслан очень долго на него смотрит. Вот. Как бы именно в глаза, в глаза, чтобы Питер проникнулся, потому что он действительно старший. А значит, ему больше будет дано, и с него больше и спросится. Поэтому, или наоборот, с него больше и спросится, потому и больше должно быть дано. И он, особое отношение вступает со Сланом. И не случайно заканчивается эта история знакомства с тем, что Аслан берет Питер и показывает ему королевские палаты. Вот. По сути дела, пока лев смотрит в глаза Питеру, происходит преображение Питера. Преображение. Совершенно не случайно, вот как факт этого преображения, вопрос. Конечно, Аслан знает, где четвертый. Но он спрашивает, зная, зачем спрашивает. Вот это важный момент. А где четвертый? Знает где. Буквально точное местонахождение. Он хотел их предать и перешел на сторону белой колдуни, говорит Бобер. И тут что-то заставило Питера сказать. Тут есть и моя вина. До этого он никогда об этом не думал. Действительно, он вправе ненавидеть предателя. Действительно, брат их предел. Действительно, он вел себя как скотина много-много дней. Но, поскольку он теперь не просто там в хатке у бобра рассуждает, и не просто там на квартире своей рассуждает, а теперь он видит это глазами Аслана, он понимает, что он-то ведь виноват в этом. Не он предатель. Но ведь и он оказался не совсем достойным старшим братом. Он же только шпынял Эдмунда. Справедливо вполне шпынял. Но не любил, не защищал, не прикрывал его. Он никогда не сделал того, что должен бы сделать каждый старший человек. Понести немощи другого. Послужить другому. И поскольку Питер теперь стоит перед Асланом, поскольку Питер теперь за старшего, поскольку Питер теперь в действии под потоком благодатных энергий Нарнии, он иначе видит сюжет измены Эдмунда. И вот в нашей повседневной жизни это чрезвычайно важный, значимый, очень ценный факт. Когда мы видим человека виноватого, когда мы видим грешника, мы, если мы знаем Бога, судить его не можем. А какова наша реакция на грех другого человека? Здесь важно понимать, что грех, предательство или преступление другого человека объективны. Назвать предателя героем, назвать вора каким-нибудь там милосердным человеком, назвать бандита святым, это будет еще хуже. Грех, преступление, предательство остается злом. Как мне правильно отнестись ко злу? Мы не задумываемся на эти вопросы. Мы видим зло и начинаем судить злодея. Потому что мы не знаем, что должны делать-то мы. А мы должны делать одну из двух вещей. Если этот человек, который на наших глазах, вот мы узнали о том, что он сотворил зло, если он не является, просто к нам никак не относится, никак не соотносится, вот, совершенно чужой нам человек, тогда мы должны подумать о том, что в принципе и мы люди, и мы тоже можем так согрешить. да, скорее всего, уже и грешили, если вспомним, то поймем, что мы так делали. И предательство мы совершили, не в том объеме, не в той ужасной, скажем, ситуации, но все же таки мы малодушествовали, предавали, желали рахахлу кума и человеку угодничали злым людям. Мы можем понять Эдмунд. Это первая реакция, когда, собственно, ну вот, к нам лично Эдмунд не имеет никакого отношения. Когда мы просто читаем про злодеяния каких-нибудь или преступления каких-нибудь злых людей, мы всегда можем сказать, что и мы люди, и мы способны к этому, и, скорее всего, это уже и делали. Тогда у нас не будет ни осуждения, никакого превозношения над этим человеком. Зло есть зло, ну и мы тоже можем сделать это зло, скорее всего, делаем. А вторая реакция правильная, когда этот человек, про чей грех мы узнали, он с нами как-то соотносится. Когда он наш подчиненный, когда он в иерархической степени стоит ниже нас, или когда он близкий нашей родной. Вот, нам всегда есть за что себя укорить. мы его не предостерегли, мы его недолюбили, мы не доглядели, мы не дожелели, мы не виноваты, мы его не побуждали к воровству, но если бы мы тогда, когда он попросил нам помочь, помогли бы, может быть, до этого не дошло. То есть, мы виноваты тем, что не любили его или не делали в отношении к нему того, чего делать были должны. Вот, если вы научитесь этим двум правильным реакциям на грех другого человека, то увидите, что быстро страсть осуждения, она у вас пропадет. Она постепенно начнет снижаться, 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 и уйдет совсем. А поскольку вы не делаете этих двух упражнений, то, естественно, остановить процесс обсуждения вы не в состоянии, потому что вы видите грешника, видите грех, как его не осудить? Ну, как его не судить? Что же, равнодушным быть, что ли? Вот, вот этой правильной реакции нет. И здесь Юис удивительно именно в том, что он рисует нам одну из этих правильных реакций. Вот, да, он предатель, но что вы, братья и сестры, скажете про это предательство? Что вы скажете? И вот Питер, он не сам, он не думал о том, что он впервые в жизни, но он до этого несколько минут был наедине со сланом, он смотрел ему в глаза, и у него выстраивается правильная реакция. Он говорит, это я тоже, я тоже в этом виноват. Вот, и в принципе в фильме там, допустим, и Сьюзан тоже добавляет, да мы все в общем-то виноваты тем, что не оказали ему должного расположения, что мы не заметили вовремя, мы были равнодушны, никто из нас не заметил, ведь, хотя бы даже Люси, который в сущности святой человек, светлый ребенок, но ведь никто не заметил, когда Эдмунд ушел из хатки. Понимаете? Это же специфическая черта из хатки, но нет, конечно, из трехэтажного коттеджа можно заметить, когда кто-то уходит, но речь-то идет о маленькой крошечной хатке. Они настолько были погружены во что-то иное, что не заметили, что брата с ними нет. Они заметили, как он вышел, как исчез. вот из этого очень-очень странные вещи, тяжелые, больные, происходят равнодушие, когда человек уходит, может быть, навсегда уходит, как я помню, читал в начале, в первой половине девяностых годов вышло, тогда произведение очень хорошее, называлось «Две моих свечи», очень ценный опыт там был передан, вот, и в этом, там есть один из эпизодов такой, когда женщина еще мало церковная, но уже верующая, к ней приходит ее товарищ, дорогой друг, и говорит, я уезжаю в дальнюю командировку на машине, благослови меня. И она еще не привыкшая к таким вещам, и она говорит там, да ладно, что ты там, да все нормально будет. и больше его не видел, он разбился. Вот, ну просто, ну что, не привык человек еще сказать, Бог тебя благословит, или езжай, родной, сбок, просто перекрестить на дорогу человек. Еще стыдился этих вещей, и вот, говорит, навсегда в моей жизни впечатлась то, что, вот, может быть, он тогда и спасся, но по крайней мере, не попал авариум, но по крайней мере, я бы чувствовал, что я действительно сказала, что-то ему важно, что-то нужно, а я этого не сделал. Моя маска общепринятого поведения была для меня важнее, чем сказать важные слова, ведь мы, заметьте, все пока мы не станем настоящими христианами, нам очень трудно говорить главные слова. Мы привыкли надевать гримасу на себя, такого вот смешка, веселости, а сказать маме, что я тебя люблю, радость моя, нам труд, что это пафосно как-то звучит, а мама ждет эти слова очень-очень долго, и они, может быть, для нее важнее, потому что она и будет жить еще неделю или две этими словами, что не напрасно, ведь дочка или сын меня любит, или сказать это жене или мужу, или сказать ребенку, я вам рассказываю историю, как один человек только в 28 лет услышал от матери эти слова, о том, что мама ее любит, и ревела потом несколько дней от того, что вот, мама, ты бы раньше лет на 20, и вся бы жизнь была у меня другой, вот, хотя мама учитель, и вроде как бы должна такие вещи уметь делать, а вот мы не можем говорить правильные, настоящие, добрые слова другому человеку, не можем, мы не можем сказать другому человеку, вот, что он нам дорог, что мы будем за него молиться, что мы переживаем, как у него дела, мы все говорим какими-то вот экивоками, какими-то словами, в которых нет ни смысла, ни радости, ни утешения, и очень надо уметь это сказать, и вот на эту интонацию межличностных отношений, и выводит вот это покаяние, которое впервые демонстрирует Питер, потому что он взирая, смотря в лик своего Бога, он понял, что и он не совсем прав перед тем, он не, не он предавал, но у него есть свой грех, которым он тоже виноват, и с Юзом виноват, и Люси виноват, потому что и она тоже не заметила, как ушел их брат, вот, то есть даже святой человек всегда найдет вот этот, за что сказать, вот надо понимать, вот, как вам сказать, вот, например, некий человек, человек Б, делает преступление, я не несу ответственность, я человек А, я не несу ответственности за его преступление, я не убивал, я несу ответственность за то, что этот человек в результате моих неправильных в действии оказался настолько слаб или настолько раздражен, что совершил преступление, совершил убийство. Я не в убийстве виноват, и не надо корить себя за то, что это я убил человека. Я виноват в том, что я не любил этого человека, совершившего преступление, всем своим сердцем. Я несу свою ответственность за свой грех, а не за его грех. Иначе мы все будем мучиться комплексом вины, а это к христианству не имеет отношения. Я не виноват в его грехе, но я виноват в своем грехе, что мало его любил, или мало о нем заботился, или мало за него молился, но я в этом виноват. Иначе все могло бы быть иначе. Но чтобы это осознание своей ответственности в судьбе близкого нам человека понять и принять, нужно научиться стоять в покаянии перед лицом Бога. Собственно, то, чему мы и учимся, и чему мы, по идее, должны учиться на исповеди. Ну а дальше происходят эпизоды, которые мы сегодня и закончим. Называется он, в сущности, первый бой Питера. Когда они разговаривали с Асланом, звучит рок Сьюзан. На нее напали волки, которые должны были разузнать для белой колдуни, где находится Аслан. И Питер устремился на помощь своей сестре. Его ждало ужасное зрелище. На яды и дряду улепетали во все стороны. Насстречу ему бежала Люси так быстро, как только могли двигаться ее маленькие ножки. Лицо ее было белее бумаги. Только тут он заметил Сьюзан. Стрелой подлетев к дереву, она уцепилась за ветку, а за ней по пятам несся большой серый зверь. Сперва Питер принял его за медведем, потом увидел, что он скорее похож на собаку, хотя значительно крупнее. Внезапно его синило, что это волк. Встав на задние лапы, волку перся передними в ствол, наручал и лязгал зубами. Шерсть у него на спине стояла дыбом. Сьюзан удалось забраться только на вторую ветку от земли. Одна ее нога свисала вниз и была всего в нескольких дюймах от звериной пасти. Питер удивился, почему она не заберется повыше или хотя бы не уцепится покрепче, вдруг понял, что сестра вот-вот потеряет сознание и упадет. Питер вовсе не был таким уж смельчаком. Напротив, ему казалось, что сейчас и сам лишится чувств от страха. Но это ничего не менял. Он знал, что ему повелевает долг. Одним броском он кинулся на чудище, поднял в меч, чтобы ударить с плеча, но волк избежал этого удара и с быстротой молнии вернулся к Питеру. Глаза его сверкали от ярости и с пасти ворвалось злобное рычание. Что и спасло мальчика, иначе волк тут же схватил бы его за горло. Все дальнейшее произошло так быстро, что Питер не успел ничего осознать. Увернувшись от волчьей пасти, он изо всех сил вонзил меч между передними лапами зверя прямо в сердце. Несколько секунд пронеслось, как в страшном сне. Волк боролся со смертью, его скаленные зубы коснулись лба Питера. Мальчик указал, что все вокруг лишь кровь и волчья шерсть. А через мгновение чудище лежало мертвым у его ног. Питер с трудом вытащил у него из груди меч, выпрямился и вытер пот, заливавший ему глаза. Все тело ломило от напряжения. Льюис любит, не то что любит, он вставляет в каждую повесть какое-нибудь сражение. Обычно они небольшие, но он обязательно вставляет сражение, в котором принимают участие дети. Это фишка Льюиса. Он очень несовременный писатель. Он человек, посвятивший полжизни изучению эпоса героического, ну, не героического эпоса и не было. Мне всегда умиляют эти приставки. Героический эпос народов мира. Как будто был эпос негероический. Во всех древних сказаниях, легендах, люди принимали участие в сражениях. И детей учили на примере этих сражений. И мальчиков надо учить тому, чтобы они сражались. Они должны сражаться. Либо они должны стать монахами и сражаться в духовной брани. А не дремать где-нибудь там на лавочке. Либо они должны стать просто мужчинами и сражаться в прямой брани. Для Льюиса это принцип. Он сам прошел... Сам Льюис очень миролюбивый человек. Он никогда не дрался. В детстве у него были замечательные отношения с братом. Единственное, с кем можно было подраться, но и с братом они никогда не дрались, потому что очень-очень-очень любили друг друга. Вот. А возможности драться с кем-то другим у него не было. В школе как-то так получилось, в какой бы школе не учился. Ему всячески удавалось избегать драк. Либо его просто унижали и постепенно отставали от него, либо его не трогали. Он не любил спорта. Был очень неактивным человеком, увольним, книжником. И поэтому его, когда он чуть подрос, просто не трогали. Боевиком он никогда не был. Но он был, вот будучи таким темпераментом человек, совершенно чуждым всего этого, он был на войне. Он сидел в окопах. Он сидел под бомбежками. Он знал, что такое, когда летят снаряды, и знал, что такое идти в атаку. И это ему помогло на всю жизнь. И поэтому он знал, что каким бы ты миролюбивым не был, если ты честный человек, тебе однажды придется сражаться. Нравится тебе это, не нравится. Умеешь ты это, не умеешь. Обязательно жизнь сложится таким образом, что тебе придется выполнять свой долг. Есть люди, которые любят драться и сражаться. Есть люди, которые не любят драться и сражаться. В этом вообще нет никакого смысла, по большому счету. Те, кто любят драться или сражаться, они становятся профессионалами, зарабатывающие с этой помощью деньги. О них Льюис не пишет. Он пишет о простых людях, как вот Толкин, для которого эта тема была тоже понятна, потому что Толкин еще больше терпеть не мог всяких драк. Он был, в принципе, не способным вообще к какому-нибудь физическому насилию. Но и он, как и Льюис, был на войне. Был и знает поэтому, что каким бы ты ни был, тебе придется идти, рано или поздно тебе придется идти и сражаться. И поэтому он сделал в своем мире Толкин, ввел хоббитов, которые, в принципе, никогда не дрались ни с кем, но решили исход величайшей войны Средиземь. И стали замечательными воинами, потому что таков долг. Ты должен идти и делать то, что ты должен делать. И Льюис поэтому вставляет в каждую свою повесть, не из-за любви, как некоторые критики его пишут, не из-за любви к насилию или к жестокости. Описания его сражений очень жестокие, хотя всегда очень точны. Он делает это потому, что он понимает, мужчина в этом смысле, честный мужчина, выполняющий свой долг, он рано или поздно встанет лицом к лицу с тем, с кем надо будет сражаться. Это может быть конкретный злой человек, это может быть какое-то персонифицированное зло, может быть духовное зло, это может быть какая-то сила злая, но так или иначе ты должен будешь сражаться. И мальчик должен понимать, что единственная формула его поведения в этой ситуации это выполнение долга. Ты должен пойти и выполнить долг. Он пишет не о сражении как таковом, особенно самое нелепое у него сражение получилось в книге «Принц Каспиан», где сражение необходимо, а настолько нелепо сражение 10-летнего мальчика, что вообще никак. И Рьюис теряется, но даже 10-летнего мальчика он заставляет сражаться, выйти на поединок. Конечно, в фильме это показано эффектно и красочно, в реальности ничего этого, в книге ничего такого не было, но мальчик Каспиан и выходит с оружием в руках против зла. Он должен это сделать. Как говорят отцы в этом смысле, делай, что должен и будь, что будет. И Каспиану деваться некуда, хотя ему 10 лет, он уходит на поединок с настоящими воинами, а Рьюис дальше делает неожиданный поворот сюжета, как бы избавляя от необходимости самого кровавой встречи, но тем не менее показывает, что даже в этой ситуации мальчик, сколько бы ему ни было лет, он должен поступать так, как велит ему долг. А дальше будь что будет. Вот, и поэтому во всякие, во все свои книги, во все свои книги, даже книги для взрослых, скажем, будь то космическая трилогия, в каждой из трилогий, произведений трилогии, он вставляет поединок, в каждой или сражение, или поединок, но то, что приводит, заставляет мужчину поступать так, как велит ему долг. Вот, для него это элемент художественности, художественности, подлинной художественности, любая сказка должна об этом говорить, и элемент воспитательный. То есть, если вы воспитываете человека, ребенка, мальчишку, вы должны сказать, что он должен поступать так, как велит ему долг. Все остальное не имеет смысла. Мальчик должен научиться этому в первую очередь. Что правильно, что неправильно, хорошо, красиво, некрасиво, разумно-неразумно, модно-немодно, долг велит, иди и делай. Это научение чувства долга для Льюиса является принципиальным. Поэтому он говорит о сражении. А раз необходимо каждому человеку, каждому ребенку, однажды поступать по чувству долгу, для этого ему нужно мужество. Мы уже про это говорили. Мужество нужно. Без мужества он не сможет выполнить свой долг. И поэтому вот эти вещи, наличие мужественности у всех героев, причем все герои его, они не боевики в собственном смысле слова, не солдаты, не герои. Вот, скажем, здесь это обыкновенные школьники, заведомо не, что Юстас, что Джилл, там еще, которые не сражались никогда по-настоящему, только в Нарнии. Вот, в космической релогии это вообще филолог, который, ботаник, по-нашему говоря, который только книжки пишет и книжки читает. Но, все эти люди, они мужественны. И мужественность по Льюису как раз и есть такое состояние человека, при котором он оказывается способным противостоять злу. Мужество, это и есть, если вы задумаетесь, способность человека противостоять злу. Если он осознает что-то, как зло, вот, он делает не потому, что он имеет на это силы, или имеет на это власть, он делает потому, что он не может позволить злу торжествовать. Он может умереть, он может погибнуть, но он не должен позволять злу торжествовать. Он должен исполнить свой долг, который заключается именно в том, что он должен стать на пути зла. И вот такие вот крошечные сюжеты Хроник Нарни, они помогают ребенку объяснить, что такое мужество. Не на примерах, только истории. Сказки для того и нужны, чтобы показать, что сказочная ситуация, как это классик сказал, сказки ложь, да в ней намек, добрый Мороцум урок, что сказка это и есть такой элемент фольклора, такой художественный мир, в котором человеку, человек приобщается к подлинной, настоящей жизни, утверждающей системе ценностей. И вот на примере сказки мы должны ребенку рассказать и показать, видишь, что как бы ты ни был, каким бы ты ни был, ты настоящий мужчина, только тогда, когда ведешь так, как велит себе долг. Ты не должен отдавать злу первенство, ты должен, не важно твои силы, ты должен делать то, что должен, лишь бы только зло не торжествовал. Вот, и когда ты действительно этот бой принял, не важно, насколько он был удачный или успешный, все твое естество, естественно, напряженный, потому что ты поступал, ты поступал вот так, как должен поступать человек, а в экстремальной ситуации это всегда выматывает всего человека, потому что он встречается со смертью, он всегда становится измождением. Сак Сирин пишет, мы уже читали про это, и Сак Сирин пишет, что если вы не в каком-нибудь деле не пришли в совершенное изнемождение, значит, никакого подлинного, доброго, духовного дела вы и не делали. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова